Добрый день! 20 лет прошло с тех пор, как в Баренцевом море погиб экипаж и подлодка Курск. Тогда нам волею судьбы пришлось работать на месте трагедии и освещать те события, которые происходили. Здравствуйте! Буквально три минуты назад мы получили информацию от командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова. Это немножко проясняет ситуацию на подлодке. Спустя 20 лет мы приехали туда снова, в Мурманск. Воспоминания о том, что было в те страшные августовские дни 2000 года. Об этом мы вам расскажем сейчас. Мы не претендуем на истину в последней инстанции. И это всего лишь авторский взгляд на то, что происходило тогда, 20 лет назад, в августе 2000 года в Баренцевом море. И еще хотел добавить от себя. Герои не умирают. Воспоминания о том, что происходит в Баренцевом море. Мы едем в Ведяево, но по пути увидели храм, называется он «Спас на водах». И здесь же памятник всем погибшим морякам-подводникам военно-морского флота России. И там две иконы и венки. И рубка. Морякам-подводникам погибшим в мирное время. И здесь вот фрагмент ходовой рубки АПЛ «Курск». Как память, кто жизнь свою отдал. Вот, предчисленные на этой доске памятной все, кто погиб. Моряки-подводники, погибшие в мирное время на затонувших подводных лодках. В Японском море 32 человека, в Тихо-Океане 16 человек. И вот, К-141 «Курск», 12 августа 2000 года. В Баренцево море 118 человек. В Баренцево море 118 человек. Спустя 20 лет мы снова на борту Петра Великого. Только на этот раз не на вертолете, где мы высадились там, на вертолетной площадке, а поднимаемся по трапу. В принципе, ничего не изменилось. Только экипаж другой. Буквально только что сообщило агентство «Интерфакс» ОЧП на атомной с российской субмарине в Баренцевом море. Подводная лодка «Курск» легла на дно по причине неназванных неполадок. По данным пресс-службы МВФ, ядерного оружия на борту подлодки нет. Традиционная обстановка в норме. Мы покажем все, что туда снимали 20 лет назад, что осталось за кадром, и расскажем впечатления, которые оставила у нас эта трагедия. Аркадий, здравствуйте, вам слово. Сейчас я оператора попрошу и показать море. Вот там, под этими волнами, как раз и находятся 118 человек и подлодка «Курск». Это история нашей страны. Море свинцовое, как в те годы. Знаешь, когда смотришь на воду и на огонь, вечно жизни понимаешь. А в тот момент понимали, что мир на грани войны? Неа. Все было обращено вовнутрь. Все было обращено к трагедии. Ты понимаешь, весь мир тогда сопереживал нашему горю. Весь мир буквально. Срочное сообщение о том, что атомная подводная лодка «Курск» не вышла на связь и легла на грунт, молниеносно облетела весь мир. Эти люди первые увидели, что же там творится на дне. То, что они делали, нельзя было назвать работой. Это было, похоже, на бой за спасение «Курска». Несмотря на старую технику, на постоянной аварии спасатели уходили на стометровую глубину. А моряки начинали понимать то, что давно знали их жены. Самое трудное в жизни – это ждать. Я понимаю, всех интересует, что же случилось. Есть разные версии. Официальные и неофициальные. И люди по-разному считают. Одни считают, что лодка погибла из-за неисправной торпеды. Это наиболее правильная версия. Уголовное дело это подтверждает. Доказательная база существует. А другие считают, что лодка стала жертвой обстоятельств во время учений. Что за районом учений следили иностранные подводные лодки. То ли это были англичане, то ли были это американцы. И вполне возможно, что было столкновение двух лодок. И из-за этого наш Курск погиб. Но это тоже версия. Но Курск, по моему мнению, это был такой рубикон. Некая развилка того, как должна была жить наша страна дальше. Пойти в небытие, развалиться. А Курск всех встряхнул. Страну сплотил, всех встряхнул. Иностранные буи были? Ну вообще были. В том месте. Были. Буй выбрасывается, когда лодка находится в аварийном состоянии. Эти буи были. Или буй был один. Мы об этом сказали. Был дикий скандал. Англичане начали опровергать полностью все эти, так сказать, наши сообщения. И меня вообще хотели с корабля убрать. В это время подошел Sea Eagle. А меня вызвали на боевую рубку. И сказали, что давай-ка, парень, собирайся. И уходи отсюда. Я тогда сказал адмиралу. Говорю, ну хорошо. Вы меня убирайте. А я край муху услышал, что подходит Sea Eagle. Там есть какая-то Аня. Она, якобы, переводчица там. Я подумал, а почему из переводчицы сделать ее корреспонденткой? Скажем, агентство Reuters. Я сказал ему, хорошо, вы меня уберете. Останется Reuters. И будет передавать то, что им нужно, а не то, что нам. Идете на это, берите на себя ответственность, убирайте меня. Час. Шли интенсивные переговоры. Разговоры. Потом, в конце концов, меня вызвали, махнули рукой и сказали, ладно, оставайся. Только прежде, чем что-то говорить, хотя бы спрашивай. Вот. И я после этого стал немножко так по-другому говорить. Ну, более осторожно, прямо скажем. Поехали. Внимание. Вячеслав Алексеевич, пожалуйста. Норвежцы и англичане пришли к нам в Баренцево море, все в огнях, с хорошей техникой и начали работать. Деловито и сосредоточено. Хорошо. Главный вопрос. Долгое время обсуждали, нужно ли иностранцам помогать или нет. Дело в том, что все-таки это же военный корабль и военная, так сказать, история. Поэтому все согласования нужно было провести. Тут так, с полстычка сразу согласиться, чтобы иностранная помощь пришла. Не знаю. Как ответственность себя такой должен был брать. Как вы думаете, если бы пустили раньше, дали бы возможность иностранным спасателям работать раньше? Не знаю. Надо посмотреть, что говорит судебно-медицинская экспертиза, сколько они жили там. Успели подойти, не успели, я не знаю. Сложного вопроса. А вот Путин, наступая в доме офицеров, говорил, что не мог представить, что армия в таком плачевном состоянии. А здесь, на борту это ощущалось? Ощущалось. Бедность. Серьезно? Да, моряки были бедные тогда. Сам корабль был мощный, сильный, а моряки были бедные. Жили бедно. Денег не хватало. Семьи было нечем кормить. Слушай, погода такая же, как вы сидите. Вот здесь мы стояли, вот. Вот здесь отсюда выходили в эфир. Дело было так. Вышли. Поближе подойди. И так вот, вот здесь стояли. Добрый вечер. Борт крейсера Петра Великий. Мы выходим с места трагедии подлодки Кост. Ну, примерно такое, что я говорил. Поехали. Здравствуйте. Мы наконец-то оказались на борту Петра Великого с большими приключениями. У нас большие проблемы по звуку, потому что здесь работает высокочастотная температура. Сегодня уже шестой день спасательной операции в Баренцевом море, где затонула подводная лодка Курск. А вот это место я очень хорошо помню. Я тут бегал вот отсюда. Бегом причем. А корабль огромный, длинный. И бежал до командирской рубки. Узнавал там информацию, какую есть. И потом обратно. Ты знаешь, так смотришь на это все. Это 20 лет прошло. Не чужой это корабль-то. Мы продолжаем ходить по Петру Великому, по крейсеру. Вспоминаем все, что было. Вот на этом месте я ни разу не был тогда. Первый раз вот здесь. Это бак называется. Тут спрятано основное оружие Петра Великого. Ракеты. Вот здесь. Для уничтожения условного противника. А это ходовой командный пункт. Ну, рубка в просторечии. Командная. Вот там адмирал Попов. Ну, и рядом с ним там потихоньку сидели многие часы, когда шла поисково-спасательная операция. Вот. А когда был шторм шестибальный, вот это все это заливало водой, добивало до рубки, и корабль так вот по волнам, как американские горки, скакал. Крейсер ходил по кругу, и касатки. Шторм прям рядом с крейсером шли огромные, черно-белые. Аркадьевич, вы привели столько на телеканал России? Не, на весь мир. Звонила наша группа городов, так это координация, и говорила, у тебя прямой эфир с такой-то компанией во столько-то, там 18-15, условно говоря, 18-40 с компанией немецкой, английской, французской, японской и так далее. Мы выходили в эфир и рассказывали. Самый острый вопрос, от кого были? От немцев. Американцы, кстати, спрашивали очень осторожно. Серьезно? Да, серьезно, я это помню. Американцы спрашивали очень осторожно, и надо отдать должное американцам, они, я вам так скажу, знает кошка, что мясо съела. Поэтому вопросы были осторожные и очень короткие. А вот немцы, те были дотошные, выпрашивали, еще японцы и англичане. Видите, да. Какого числа вы здесь оказываетесь? Лодка же уже найдена. Лодка 12 августа. Сообщили, по крайней мере, что она легла на грунт, так было сообщено. 13-го мы вылетели, 14-го провели в переговорах, здесь мы были 15-го. Здесь был штаб спасательно-операционных, потому что здесь находился командующий серверный фонд, генерал Попов. И вся информация по спасению экипажа подлодки Курск стекалась сюда. Здесь мы и находились, на головном корабле. Люди здесь занимались спасательной операцией. Может быть, они уже все знали и догадывались, что все. Но надежда умирает в последней, поэтому все работали. Это же флот, это военная организация. Никто своих товарищей считать мертвыми тогда не хотел. Никто до конца не хотел поверить. Товарища, брата твоего признать мертвым, уже не видя тела, это невозможно. Так просто. Сколько километров вы находитесь, от берега? Какие сюда вокруг вас? Это 175 километров от берега было, район учений. Там, кроме Петра Великого, стояли другие корабли. По-моему, большой противополовочный БПК стоял. Потом были подводные лодки какие-то наши тоже на горизонте, которые по периметру охраняли район от иностранных подводных лодок, которые, естественно, стремились сюда, потому что у русских что-то произошло. Рудницкий стоял рядом буквально. Спасательное? Спасательное судно. Рудницкий. Вот. Он стоял рядом. И это было похоже на стаю чаек, птиц, которые гружили над разоренным гнездом. Вот так вот. У меня такое было ощущение. У меня птенцов. Не суть важна. Суть в том, что они гружили над своим собратом, которые словно крыльями лежал. Вот это вот. У меня такое было стойкое ощущение, потому что они корабли, они кружились. Кстати, Петр Великий стоял на якорях и его так вот водило ветром. И мы тут с этой тарелкой бегали вот так вот, ловили сигнал спутника. И я помню, когда я вышел в эфир, я сказал, что идет спасательная операция. И сказал про стуки. Как только к лодке подошли глубоководные батискафы, которые сейчас пытаются проникнуть в лодку, они передали стуком на лодку о том, что, дословно говорю, помощь пришла, держитесь. Это было передано на лодку. В ответ из лодки был стук о том, что, да, мы поняли, ИСОС. Но я сказал про стуки, почему? Потому что здесь мне сказали. Мы все, и я в том числе, были уверены, что там еще есть живые. Ты себе не представляешь напряжение тех минут, дней, часов, которые были. Это непередаваемые слова. Все вроде, корабль функционирует, работает, служат, люди здесь, двигаются, машиноотделение, побудки, ужины, обеды готовят. Ну, все, бортародки летают, летают, все как бы есть, но внутри вот эта вот ситуация, что в 100 метрах лежит лодка, и там это, ну, я не знаю, как это объяснить. Вот ты был свидетелем этих, совещаний, или как, как это все было? Слово совещания к тем дням неприменительно. Это не совещания были. Есть такое в церкви понятие бдения. Вот. Это когда люди молятся Богу с напряжением всех своих духовных сил. Так вот, вот это вот то, что происходило здесь, это было таким мгдением. Это было напряжение всех физических и духовных сил. Поэтому здесь вот такая была работа. Но это была работа. Они спасали. Пытались спасти. Я видел работу Рудницкого. Видел, как оттуда спускались спасательные боты, спасательные. Аппарат все-таки полосатые. Они спускались к лодке и пытались люк открыть. Поскольку они были все старые, резинки там, которые герметично собеспечивают, были рассохшиеся. И при нас чуть не один аппарат утонул. Потому что тогда техника была на грани фантастики. И это было просто ужас. потому что веревкой подтягивали эти аппараты, поднимали набок. Все скрипело там. 10 лет, понимаешь, 10 лет развала. Была такая большая, сильная держава, флот был. А все 10 лет после 91-го года не думали ни о здравоохранении, ни об образовании, ни об обороне. Поэтому флот тогда держался на людских нервах, на жилах. И мы это все видели своими глазами. И Курск погиб. Одна из причин была такая большая, на мой взгляд. Это мой взгляд. Причина в том, что вот эти 10 лет так называемой демократии, дележа, как мародеры пришли и разделали просто добычу. Вот. Они привели к тому, что это произошло. А потом они же начали еще и полоскать тех, кто занимался спасением. Какое впечатление производил Попов в эти бесконечные курилы, я не знаю. Какое это производило впечатление? Вот это вот роль командира, хорошего командира, когда в его подчинении находятся люди. И он отвечает за их жизнью, в прямом смысле этого слова. А в армии и на флоте это имеет прямое значение. И, конечно, когда случилась трагедия с Курском, адмирал Попов, вообще, как он жив остался, я не знаю, да, это очень, ну, в смысле, физически, сердце, там, он же курил, я помню, тут сигареты, я не знаю, там, по 5 пачек в день, это что-то, он травил себя просто ужасно, он не спал, он пил кофе литрами, так сказать, сидел в этом боевой рубке, все время ждал докладов, курил, думал, думал, и когда, значит, все закончилось, я имею в виду, поисково-спасательная операция, да, надо было выходить из ситуации как-то. Попов, он, поскольку он военный, и с телевидением дело не имел практически так, в такой степени, да, поэтому мы с ним долго разговаривали, стояли у бортика и долго говорили, как людям объявить, что все, женам, матерям, отцам, братьям, детям, объявить, что все, ваших нет, ваши погибли люди, они там на дне морском лежат. Это было, наверное, главным тогда, и отдать надо ему должное, он, конечно, с этой задачей справился. И вести начались, Миша Антонов тогда был ведущим, вести, я говорю, Миша, добрый вечер, у нас сейчас тут важное очень заявление, хочет сделать Мирал Попов. Здравствуйте, Михаил, сейчас со мной в эфире находится командующий Северным флотом Вячеслав Алексеевич Попов. Он сейчас скажет несколько слов по ситуации. Пожалуйста, Вячеслав Алексеевич, прошу вас. Да, я сегодня выступил с официальным сообщением о гибели экипажа подводной лодки «Курск». Такой момент истины был, знаешь, момент истины, это в жизни бывает один-два раза. Вот, когда он так «Простите, не уберегли», потом так обшавку снимают и «Меня простите, что не уберег ваших мужиков». Понимаешь? Горе пришло, но жизнь продолжается. Простите детей, простите сыновей, а меня простите за то, что не уберег ваших мужиков. Хиву, родители. Хиву. Аненкова. Лунёвы. Армия, флот, другие институты являются стержнем государства. Почему? Когда происходит развал, страны, как у нас было в 91-м, били сразу по силовым структурам. Потому что это стоновый хребет, странная вся. Убрать, выбить и все, делать, что хочешь. Вот так вот 20 назад я тут бегал туда на рубку и вниз нают. Слышишь? Вот здесь Попов сидел. Вот его кресло. Вот. А я вот здесь был. Вертолет Ка-27ПС прибыл к вам. Телефоны звонили, карты были расстелены, схема района вот этой операции, спасательный, потом поисковой. Тут заходили с докладами. Офицеры по телефону постоянно звонили, рация, переговорного устройства. Вот они с Рудницким переговаривали все время. Ушла напряженная работа, только был такой нервный центр вот этой операции был здесь. Информацию, которую я слышал, да, я сразу ее передавал в эфир. Но сложность была в том, что информации было много всякой разной. Потому что это поисковая операция, вот, спасательная, тут и что показалось, говорили, что не показалось, что факт, что было не факт. Я-то это слышал все, но поскольку я попал первый раз в такую историю, фильтровать, отсеивать что-то, да, быстро очень было довольно сложно. Вот, не передавать я не мог. Поэтому, но я фильтровал все равно, старался, как бы, так сказать, переспрашивал там. Ну, что-то такое. Я давал все, но какие-то вещи так не говорил, да, отсеивывал. Считаю их неважными, да, вот, или недостойные внимания. Поэтому эта работа такая была тяжелая, потому что надо было через себя пропустить информацию, переработать, переложить на язык, потом раз выдавать в эфир. Вот, такие звуки были, вот такие, это, да, это сборность, да, военный корабль. вот так же в рубке было, то звонят, то объявления по кораблю, то рация. Для меня все слилось, честно говоря, в три дня, как будто я сделал. Потому что мы же не спали, вот, потому что это бесконечно, это рафон такой. Просто понимаешь, еще раз хочу повторить, как они могли оставить своих товарищей на дне, Поэтому они боролись за них, есть надежда, нет надежды, они за них боролись. Вот, и я, мы это все видели, наблюдали своими глазами. Вот, это была история такая. Здесь, здесь и в рубке, и на юте, везде, вот, и на корабле, на этом, который пришел. Это атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами. Лодка однотипная с знаменитой подлодкой «Курск». Вот под нами находятся торпеды в носовой части лодки. Во время катастрофы здесь, собственно, и произошли основные печальные события. Вот это рубка лодки. Все покрыто специальной резиной, которая поглощает звук, чтобы противник не мог обнаружить лодку. Есть специально натянутые леера, чтобы можно было проходить. Рубка гигантская, смотрите какая. Большая. Еще лодку называют батон, потому что она широкая, длинная. Под нами находится, в общем, боевое оружие основное. Тут находятся крылатые ракеты. И вот мы идем к девятому отсеку кобеля снаружи. Вот это вот аварийно-спасательный буй, который отстреливается. На нашем флоте он выглядит вот так вот. Белый, с фролюцентной такой красной краской покрытой. На других флотах немножко другой. Девятый отсек. Это вот спасательный люк. Сюда должна была присоединиться капсула и открыть. Это пытались открутить, но не откручивалось. Видимо, потому что во время взрыва была деформация и сместилась. И та вот история, которую мы снимали 20 лет назад, знаменитый ключ-марк, она как раз относится вот к этой области. Сюда проходит один человек. Находится в такой как бы банке. Там выравнивается давление с забором. После этого только открывается, человек выходит. Такая вот должна была проводить спасательная операция. Вот вы теперь близко. Можете посмотреть, как ровно так же выглядел и лег на Курске. Когда была спасательная операция, там в Веле все время режим тишины. То есть все замолкало везде. Все корабли молчали, никто не двигался, акустики слышали воду. Будет отсюда стук какой-то или нет? Но стука не было. После работы здесь, когда все закончилось, нас посадили в вертолет. Мы прилетели в Ведяево, высадились в вертолет. И там мы ждали приезда президента Путина для встречи с родственниками погибшего экипажа. Поехали. Так. Маленькая площадка перед домом офицеров нас сюда привезли. Ровно на этом месте стоял микроавтобус с тарелкой. Внутри была передающая аппаратура для прямого эфира. Ну и мы готовились. Позиция была наша вот здесь вот. Вот здесь стояла камера и стояли, ждали, когда приедет президент. Тут стоял народ кругом. Очень много было людей. И потом появился кортеж машин и вот здесь он остановился. Вот здесь вот. Президент вышел, а тут был народ. Как только он вышел, сразу люди на него накинулись. Вот. Кто-то хотел увидеть, кто-то хотел задать вопрос. Круговерь такая суета и быстро-быстро его помощники сказали, пойдемте в зал, там люди ждут. И все пошли в зал. Здрасте. Сейчас по-другому все выглядит, конечно. Здрасте. Здесь было тоже очень много людей. Вот мы сюда сюда зашли и вот здесь мы встали. Там была сцена не такая, конечно. И кресла другие были, все было другое. Тут полный зал был народу. Было очень шумно. На сцене был стол, трибуна. там сидел командующий военно-морским флотом России Кураедов, командующий северным флотом Вячеслав Попов. И на этих людей была направлена вся агрессия с зала, потому что люди считали, что именно они не уберегли экипаж подводной лодки Курс, и что они виноваты в том, что произошла такая трагедия. Они знали, они знали, что если не раз сидели, то они ни на что невозможно и предложили помощь сразу и от нее отказались. Мы слышали, мы слышали, ведь на эту помощь согласились только в среду. Как вы можете доверять этим людям, которые обновили вас и вас за лодку? Что вас впечатлила реакция людей? Ну очень сильная агрессия. Такое было... Что жаловали людей? Да на все, на жизнь, потому что за 10 лет, я так понял, что за 10 лет тут произошли катастрофические изменения. 10 лет это 90-е 90-е годы, да, с 91-го страна рухнула до 2000-го года, вот эти 10 лет этого либерального режима, так называемого, никто не занимался страной, особенно вооруженными силами, все на самотек было пущено, там было финансирование какое-то, и все рухнуло, раньше-то это гордость армии, флота, гордость Советского Союза, страны, а сейчас какая-то гордость тогда была, вот служили так по инерции, как им говорили, и все рухнуло, да, вот, и людям деваться некуда, ни зарплат нормальных, ни пенсии, ни бытовых условий, ничего, в общем, жуть полной, вот, вся эта неустроенность за 10 лет вот этого либерального развала, да, она сконцентрировалась в этом горе, который присутствовал в этом зале, и она выплеснулась на сцену, на начальников, которые, не это же, они, не они это устроили, но тем не менее, они начальники, они за все отвечают, и когда вышел президент на трибуну, он сказал о том, что я понимаю, что я, даже я не виноват, но я за все отвечаю. Вопрос в том, что в том, что трудно было себе представить, и мне, и в том числе, я могу уставить откровенно, мы знали, что у нас страна в трудном положении, что у нас вооруженные силы в трудном положении, что у нас флот, а если не руина, то очень сложно положить, но что все в таком положении, я тоже себе не представляю. И мы начали перебивать, он говорит, минуточку, минуточку, дайте мне сказать, они все время перебивали криками, эмоциональными, эмоций, очень было много негатива, потому что люди увидели того, кому можно пожаловаться, кому можно выплеснуть свое горе, неустроенность, разрушенную жизнь, которая была, ну, имела какую-то цель, потом она рухнула, все. Это самое страшное, когда государство разрушается. И он говорил, минуточку, дайте я вам тебе описьму. и там, через какие-то объяснения того, что он предполагал. Сначала про обстоятельства гибели, поисковой операции, почему не могли спасти. Потом он сказал фразу, которая, в общем, я тогда не понимал этого, но у меня в голове осталось программное заявление о развитии наших вооруженных сил. Он сказал, на этой сцене, в момент наивысшего такого, ну, так сказать, страшного, так сказать, эмоционального напряжения, он сказал, говорит, мы должны иметь такое, пускай небольшое, но мощное, эффективное, сильное оружие, безопасное для наших, так сказать, моряков и армии. Если Россия сейчас останется без флота, ее просто-напросто не будет. И вы лучше всех понимаете, что северные рубежи, на чем они держатся? Того, на этих мальчишках, которые третьего ранга им по 27 лет, по 25 лет. Вот на их плечах все это стоит. Поэтому я и сказал с самого начала, что вы должны иметь другую армию. и другой плод. Надо, чтобы офицеров в городах России не выбрасывали из автобуса за то, что они из Владимирского края и чтобы офицеры жили нормально, достойно и не задавали вопрос, как нам вывезти детей. Я могу вам дать честное слово, что мы сделали все для того, чтобы это задачу было. Вот это точно. эта съемка, она пошла в эфир? Ну, что-то пошло, да. Она была чуть ли не засекречена, потому что запрещали в зале снимать. Ну, она была, конечно, да. К нам сначала кто-то подскочил, что он, не снимай, но рядом был мой генеральный директор Олег Борисович. Вот так. Не трогай его. Все, и вопрос был снят, мы ее снимали. А вот когда было же много телеканалов, Первый канал. Здесь не было никого. Здесь не было, но в принципе вот события освещали Первый канал, Вы, ГТР, и по-разному освещали события. Потом уже стали обвинять, что вы говорите не то, что говорят другие журналисты. Ну, ну, пожалуйста. Это о правах. Я человек свободный, вот, и я рассказывал то, что я видел. Еще раз говорю. Я многого не знаю, конечно, да, но то, что я видел, то я рассказывал, вот, со своей гражданской позиции. А если бы они были на моем месте, они, может, другое что-то рассказывали. Я рассказывал то, что я видел. Вот, и обвинять, ну, это, пускай обвиняют, это их личное дело. Я видел, слышал, то и передавал в эфир. Вот и все. Товарищ вице-адмирал, личный состав подводного крейсера К-141 по вашему приказанию построен. Командир, капитан 1-го ранга предварительная оценка отлично. Материальная часть в строю, личный состав здоров. После пополнения запаса готов к выгоду моря. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok